Микс Ньюз Лайф Ис Гуд Люблю Лайф Ис Гуд Приятно слышать и всегда уместно сказать Теперь каждую среду в 10.00 Мы говорим вам Люблю В нашей новой передаче Люблю Лайф На Радио Болтком И всем доброе утро Радио Болтком, Олег Пека и программа Люблю Лайф Естественно, как всегда Главный редактор журнала Инна Авина Доброе утро И, конечно, Инна пришла с гостями И сегодня в нашей студии Гости, это Ксения Соловьева Врач, ведущая группа поддержки родителей Владелица Мамкафе Здравствуйте И знаменитый из израильских психолог И писатель Лео Веденский Здравствуйте Как обычно, всегда очень обожаю среду Потому что почтальон приносит Свежий номер Айон Печкин приносит Свежий журнал И грызаюсь Читаю, листаю, смотрю Потому что, хотя журнал считается женским Все равно, вот я понимаю, что мужчины-то Тоже находят много интересного и любопытного Ну, конечно Мы же как можем жить друг без друга Мужчины без женщины Вы без нас и мы без вас Журнал у нас семейный Дамы, естественно, задаются вопросами Любят всякие интересные новости Сплетни Любят подумать о жизни Потом о том, как я живу Как кто живет Вот, кстати, в этом номере у нас Большая такая Получилась статья О том, как живет клан Шукшиных Я думаю, что и зрители, и слушатели Знают прекрасно Лидию Федосееву Шукшину Любимую советскую актрису у многих И то, какие страсти творятся в этой семье Для меня стало даже в некотором роде открытием Пока я сидела, читала сама этот материал И готовила его для журнала Потому что чего там только не было Оказывается, и пять браков И тайная дочь первая Нет, Василия Макаровича Которого прекрасно все знают Которая до пяти лет не видела своих родителей В общем, какие-то такие страсти невероятные в семье творились Ну и несколько поколений Женщин У каждой тоже Каждая себя проявила Ведь все-все талантливые Одна дочь стала известной актрисой Снимается в кино И ведет прекрасное телешоу «Вижди меня» Ну, вела долгие годы А другая ушла в монастырь И вела такую совсем затворническую жизнь В общем, что-то такое Что только не происходит за закрытыми дверями А потом, к сожалению Все подросли Дети-внуки тоже выросли И стали товарищи То недвижимость делить То про бабушку не очень хорошо говорить Ну, в общем, как-то так Странные времена не бывают Ну, бабушка тоже ведь Можно сказать Начала чудить Вот с Барри Алибасовой Да Это вот, знаете Я когда Мы сидели с дамами Говорили перед началом эфира Мы говорили об очень важной теме Ожидание реальность И вот Я предлагаю сейчас Об этом тоже поговорить Прямо вот в утреннем эфире Потому что Одно дело То, что мы думаем Когда мы смотрим На таких приятных Красивых И нам кажется По ролям в кино Очень милых людях Актеров Другое дело То, что мы узнаем Об их жизни В стиле скандал Когда мы Ну, узнаем То, что не предназначено Для наших глаз И я подумала о том Что очень часто В нашей жизни Так случается Что Наше представление О том Что мы бы хотели Наши идеи О том Что мы бы хотели И то, что мы в итоге Получаем Как-то не всегда Рифмуется между собой Лео Вот это то О чем мы говорили Перед началом Как же так получается Что вроде бы Я даю себе отчет Я хочу Я мечтаю о том Что у меня будет Допустим Дом за городом Многие женщины Ну, вот По письмам В редакторскую Знаю почту У меня будет дом за городом Мы будем так красиво жить У нас будет в семье Много детей Собаки Прекрасная жизнь И вот, допустим Даже приобретается Этот дом за городом И тут же выясняется Что детей надо возить в школу Это все очень далеко У дома протекает крыша Зимой надо чистить снег И в общем Перестает радовать В чем тут Вот Собака зарыта Как так получается Что Мечта-то была красивая И придумана она была Вроде бы здорово А В чем тогда Почему не получается Почему не радует Воплощенная мечта Ну Я бы не стала Наверное обобщать Кого-то радует Кого-то не радует Согласна Да Бывает по-всякому Но опять же Если все-таки Углубиться В тему ожиданий Они же строятся На нескольких вещах Которые Одно из которых Это Желание человека Это Либо подлинные желания Настоящие потребности Которые действительно Идут прямо Из корня души Из самой сути Да Человеческой Либо желания Которые наносные Которые Привиты Медиа Какой-то культуры В которой человек живет Рекламой Или семью Рекламой И так далее То есть Где человек Постепенно Так называемая Псевдо-личность Или псевдо-желание То есть Человек начинает верить В то что Ну раз все этого хотят Ну наверное я тоже Этого хочу Он не приучен Например в семье Проверять Что он хочет То есть Он даже Многие люди На самом деле Не знают Что они хотят Это один из самых Трудных вопросов А как проверять? Вот вы сказали Проверять что я хочу А как это например Ну понимаете Вот если например С детства Ну вот лично мне В этом плане повезло Да То есть Я пока была Маленьким ребенком Мой каждый день Я жила с бабушкой Каждый мой день Начинался с вопроса Что ты хочешь одеть? Что ты хочешь покушать? Во что ты хочешь поиграть? Куда ты хочешь пойти? И мое умышление С там двухлетнего возраста Привыкало Да Как бы Опускать глаза внутрь Прислушиваться к себе Что на самом деле Я хочу И так далее Ребенок же скажет сразу Хочу значит Килограмм мороженого Гулять в Африку И там И белое платье зимой Да Это если вы Растите ребенка В среде навязанных желаний И постоянных отказов Или шаблонов Вообще-то дети Вполне себе Разумные существа Которые Если им не мешать Развиваться Находятся В плотном контакте С собой И с реальностью И они Ну если им не мешать Опять же Да Как бы Они вполне себе Ну находятся Как сказать Они адекватные И в этом плане Опять же Бабушка не говорила Что я там хочу В принципе Да Там или что-то там Мы могли подойти К холодильнику Она открывала И говорила Вот посмотри Что у нас сегодня есть У нас есть вот это Вот это Вот это Что бы ты хотела Давай откроем шкаф Посмотри Какие у нас есть Платья, штанишки Что тебе хочется Из этого одеть Это с трехлетним ребенком В большинстве случаев То, что я наблюдаю У ребенка Все готовое У него готовая Готовая одежда Приготовлена В садик И так далее И так далее И во многих семьях То, что я слышу Откуда тебе знать Что я лучше знаю Что тебе надо При этом Классическая Классическая Глаза открывает Комплектик одежды рядом Как вы говорите Вышел на кухню Завтрак уже готов Чаек налит Кашка приготовлена Как мама любит Сахар без сахара Это какая у мамы диета И даже нет варианта Каши с маслом Или каши с вареньем Хотя бы здесь Выбор уже может быть То есть выбор Это не обязательно Ты права, Ксюша Только сейчас Меня зашло А ведь я вот так выросла Да, меня никто не спрашивал Я хочу с вареньем Или без варенья Ну и вот в итоге Что получается Есть Растет ребенок С какой-то В принципе Если мы говорим О нормальном ребенке Со здоровой психикой Да Он создан природой Со всеми желаниями И всеми психическими способностями И развивающимся мышлением Для того, чтобы осмыслять Себя, свои потребности И реальность, в которой он находится И быть адекватным Если он с ней в контакте Ну да То есть он начинает доверять Всему тому, что происходит снаружи Он к которому привыкает Он привыкает Как бы не критически относиться Вот, например, опять же У того же Эриха Фрома Он приводит такой пример В одном из своих трудов Что, ну, например, девочка Которая Маленькая девочка Дети, они очень чувствуют Ложь, например Да Пятилетняя девочка Которая Видит, что мама Всем вокруг Говорит, что она Очень любит Ее папу А девочка Видит, что она Не любит папу На самом деле Да, что она Его там чморит Когда они Остаются И она все время Говорит, мама Почему ты врешь? Ты же не любишь папу Зачем ты говоришь Что ты его любишь? На что мама Ее там Выпорола И сказала Как ты можешь Ты что Говоришь Я на самом деле Люблю И так далее И девочка Начинает сомневаться В том, что она Видит Да, потом Постепенно происходит Подмена То есть она В конечном итоге Интересно То есть девочка Не сомневается В маминых словах Она берет Мамины слова В итоге Как свои И она прислает И возникает Псевдоличность То есть не собственная То есть ее Знание Ее интуитивное Понимание Видение того Что происходит Ее эмоциональный Врожденный интеллект Который есть Так или иначе Почти у всех детей Да Он отодвигается И в какой-то момент Критичность пропадает Да То есть Чем больше Ребенка приучают Слушать чужого мнения Тем больше Он к этому привыкает То есть для него Это единственный формат И дальше Все, что сказали По телевизору Все, что написали На рекламе Все, что сказал Какой-то Вася Там где-то Более того Гугл Потому что в принципе К этому-то и идет Многие говорят Что искусственный интеллект Уже начинает нам Подсовывать Ну вот Совершенно верно Предугадывая Наши желания И в итоге Вот смотрите Что Даже сейчас Например Все, что вы поискали В Гугле Дальше к вам Прилепляется Вот эта вот Вирусная реклама Которая начинает Вас преследовать Вы поискали сумки Она вам постоянно Подсовывает сумки Тем самым Вы Сами же Формируете Онлайн реальность Например Вокруг себя И в итоге Ищешь путешествия И потом они тебе Постоянно сыпятся И в итоге Что получается Ну то есть В конце концов Человек начинает Хотеть эти все Какие-то там Дома в Юрмале Или что-то в этом роде Абсолютно Не задумываясь Над тем А это действительно то Что он хочет А на самом деле Он что хочет Он от реальности Оторван Ему даже в голову Не приходит Например Проверить Всю совокупность Факторов Да Сколько должен Работать муж Ну например Если муж Или там она То есть Чтобы это купить Сколько времени Они будут проводить С детьми Например Сколько уходит Денег на содержание То есть Все имеет свою цену Но тогда Когда человек Не придумал Не привык думать Системно Критически Связывать вещи С реальностью Со своими Состояниями Желаниями Например Женщина не понимает Что ей на самом деле Намного важнее Проводить больше времени С мужем Получать человеческое тепло И может быть Жить в доме попроще Но при этом Иметь любовь Близость И гулять на набережной Там где-то здесь Например В Риге Или где-то там еще Допустим А например Трехэтажный дом Построенный в Юрмале Отбирают у нее мужа Который вынужден Например Или работать за границей Или работать круглосуточно И в итоге Да Они например Даже успеют завести Троих детей Но этих троих детей Она будет растить одна Совершенно верно Но опять же Это происходит По той простой причине Что нет глубины Нет глубины И осознанности Да То есть Которая начинает строиться Вот с того Что человек осознает Свои желания Да И в принципе Способен Как быть в контакте С реальностью Он способен Анализировать Системно вещи То есть Видеть Что каждое желание Каждые какие-то вещи Которые есть в нашей жизни Они имеют некий комплекс Последствий Свою стоимость Да И дальше уже человек Если он в контакте С желанием Он способен Адекватно себе взвесить Это стоит столько Я готов То есть Мое желание Действительно Настолько сильное Чтобы я готов Был вот это заплатить Но как правило Этого не происходит Не потому что люди Такие там тупые И так далее Это навык Этот навык Он не привитит То есть взвешивать Вы имеете ввиду Вот взвешивать Мне пришла в голову идея Я думаю Что вот у меня Появилось желание Допустим Не знаю Показать детям На Рождество Санта Клауса Вот я готова Я очень хочу У меня маленькие детки Это же так здорово А дети хотят Спасибо Ксюша За вопрос Совершенно верно И тут возникает Я взрослая женщина Там сорока лет Придумывающая Вот эту вот поездку Я правда хочу Это для детей Или для себя У меня было Ну обычное советское детство Не было у меня Санта Клаусов Естественно И Дед Мороз был Только в детском саду С ватной бородой Или я это хочу Для того Статуса своего Чтобы выложить Это в инстаграме В инстаграме Показать всем Как мы поехали К этому Деду Морозу Или чего я хочу На самом деле Ну вот мы об этом говорим И об этом тоже И здесь понимаете Взаимосвязанные вещи Если человек Находится в контакте Со своей внутренней реальностью С тем Что он хочет На самом деле Да Да То он Способен Видеть Желания других людей Подобное Отражает подобное Да То есть Если я внутри неосознан То я не осознаю И то что происходит снаружи Как бы это взаимосвязанные вещи То есть Если я свои чувства И какие-то эмоции И оттенки желаний Различаю То есть Я обладаю этим Эмоциональным интеллектом Я способен это видеть И у других И соответственно Ну понятно Что если у меня Это Бог знает Откуда идет Из детства Да У меня какие-то там Неудовлетворенные желания Непонятно что Которые сейчас уже Никакого отношения К объективной реальности Не имеет И к тем детям конкретным Да и я сама Сейчас Не имею к себе Конкретной Никакого отношения Вот эти все Да-да-да Вещи Как бы Это что-то там Что пришло Бог знает откуда То есть Вот эта способность Остановиться И спросить себя А прямо сейчас Что происходит Или там допустим Сейчас очень сильно Меняется Представление о семье Семейные ценности Мир меняется Все меняется Да То есть Все другое Институт брака Институт брака Меняется Девочки и мальчики Как меняется Институт брака Совершенно верно Можем ли Ну мы можем Это не учитывать Ну конечно можем Мы можем засунуть голову в песок Как страусы А ноги ведь не учитывают Ничего не замечают Ну посмотрим Вот на жизнь реально Это тоже имеет свою цену Слепота Слепота И неготовность Ну как бы всматриваться В реальность Она отрывает нас От того Что происходит вокруг И мы уже не способны Адекватно реагировать Например сейчас Пытаться мыслить Как в 12 веке И быть замужней Клавой Которая там Как бы Ну сидит И И понимает Что в 12 веке Да Она вышла замуж И это навсегда Ну сейчас Оглянитесь вокруг Что происходит Ну наверное Стоит задумываться Над этим Ну как-то заразить Ну просто выйти замуж В наше время Это уже не история успеха Это Ну в принципе Такой пункт Наверное Скажем Не самый обязательный Да Ну вот Сейчас очень интересно Например Когда я общаюсь С молодежью То есть Ну вот в Израиле Например Школьники Начинают жить Половой жизнью Иметь какие-то Интимные отношения Очень рано Там с 13-14 лет Наверное Это пораньше Чем у нас на севере Скажем так Ага Ну это вообще Такая Жаркая страна И как бы оно Темперамент Девочки или мальчики Да Вот кстати Абсолютно Это Ну там не очень принято Менять партнеров То есть Достаточно устойчивые отношения Но они начинаются Довольно рано И вот Когда я с ними разговариваю Например При том что Израиль Это очень Ну как сказать Я считаю что С точки зрения семейной Это одна из самых лучших стран То есть Там много семейных Ну людей Действительно счастливых семей И так далее Ну о чем вот они говорят Например Они говорят что Ну а что Для выживания сейчас Это не нужно Семья имеется ввиду Ну брак официальный Объективно Нет необходимости Да Девочка вполне может Содержать самостоятельно Без папы Без мужа Можно нарожать без мужа Да Можно все что угодно И тогда встает вопрос Вот эти все как бы Животно-социальные вещи Отходят на задний план А что выходит на передний И смысл То есть то о чем они говорят Что важнее всего сейчас Человеческая близость Дружба в отношениях Партнерство Но это не Но это не суть ли брака То есть когда муж и жена Все-таки Ну априори Лучшие должны быть друзья Потому что я 30 лет Понимаюсь консультациями Нет это не суть брака Суть брака как правило Ну люди в большинстве случаев Лет после пяти Если это не были изначально Очень глубокие отношения Которые строились Настоящей любви Близости Осознанности Они превращаются Просто в рутину Люди растят детей Им там легче снимать квартиру Или оплачивать Там суды которые они взяли Или что-то там еще У многих очень плохие Интимные отношения Люди скрывают Друг от друга вещи И так далее То есть это больше Привычка Это больше какое-то Удобство и так далее А это люди которые Вступали в брак На чем? На секс-афекте? Так что я сказала На чем? Большое количество людей Вступали в брак По залету Потому что хотели Уйти от родителей Потому что все уже Подружки вышли замуж А она еще не вышла И потому что 3 миллиона 55 Самых глупых причин Которые только можно придумать А еще так надо Большинство людей Кстати это распространяется На все области Например маркетинговые исследования Показывают Что большинство людей Вообще не понимают Почему они купили Те или иные вещи Это просто Какая прелесть Да Они не знают Такой огромный процент Огромный процент Большинство людей Совершенно не осознают Что ими движет Ну вот тут нам пишут Слушатели Значит Такое замечание Если не будет верности То деградацию Уничтожит государство Вот считает слушатель И тут же Что ранний секс Зависит не от климата А от культуры Этноса Вот он считает так И говорит Что у нас То же самое Происходит Даже в более холодных Условиях Дескать Мне кажется Здесь вообще Споры просто неуместны Потому что Реальность Можно рассматривать С огромного количества Векторов Конечно же Культура имеет Своё влияние Конечно же Климат Тоже имеет своё влияние Конечно же Тенденции Современные И доступность Наслаждений В том числе И сексуальных Тоже имеет Своё влияние Которое сейчас Есть во всём мире Тоже Тиндер Приложения Которые сейчас Все пользуются И пользуются По всему миру Независимо от того Какая-то страна И что-то там В этом роде Сами глубинные ценности То из какой семьи Человек вырос Ну то есть Все вот эти вот вещи Они имеют место быть И опять же Всё-таки Ну нельзя Мне кажется Сейчас не учитывать Глобализацию Потому что Посмотрите на молодёжь В разных странах Вот я езжу По разным странам И бывшие СНГ И какие-то Не знаю И Финляндия И Америка И так далее Молодёжь везде похожа Это уже Одна культура Да Все сидят в Фейсбуке Все слушают Одну и ту же музыку Все одеваются Примерно одинаковые вещи Ценности молодёжи Очень сильно похожи Да То есть И сейчас Вот этот весь Какой-то колорит Национальный И так далее Рамки стираются Молодёжь очень много Путешествует В разных странах Говорит на разных языках И так далее Совсем другие люди И в этом плане Ну интересно наблюдать Как бы да Какие тенденции Сейчас в институте брака И вообще Что будет с институтом брака Я думаю Что он очень сильно изменится Вот об этом мы наверное Поговорим Во второй части Мы вернулись В эфире Журнал Люблю И наши прекрасные гости Леа Веденская Известный израильский Психолог и писатель Леа Поздравляем разговор И Ксюша Соловьёва Владелица мам-кафе Ведущая группа поддержки Для родителей Ксюша продолжаем разговор Мы говорили о браке Прекрасный такой момент На котором мы ушли на паузу Это о том Что институт брака Терпит крак Что у нас с институтом брака Меняется Мы сказали меняется А меняется Ладно хорошо Не будем так сразу Всех пугать Крах Ужас Ужас А куда он меняется Леа В какую сторону Что вы видите Вот вы говорили о том Что вы много ездите Вы бываете в Европе В Америке В Израиле Видите разных людей Разные культуры Разные традиции Но я так понимаю Изменения В общем-то В одном В одном направлении Особенно в молодежной среде Вообще Да Ну смотрите Куда идем Я думаю Опять же Я думаю Что ваши слушатели Забросают меня помидорами Наверное Ну посмотрим То что по факту Происходит Да Поскольку Социальных Установок Жестких норм Удерживающих брак Больше не существует Да То есть С точки зрения Ну теперь там Разведенная Или там Незамужняя женщина Не считается Чем-то ужасным А свободные Ее тоже не называют А свободно Мужчина Тоже не считается Там ничем ужасным И секс можно получить Где угодно И получать секс Где угодно Тоже в принципе Не считается Ничем ужасным Это все становится Вполне себе Зиндер заходить Это уже не позор И не проституция Да Назовем это так Ну то есть По факту Все очень сильно меняется Это первое Второе Очень сильно меняются Желания людей И в этом плане Опять же Я вижу например Что Ну действительно Многие семьи Даже вот допустим Которые вначале Были достаточно счастливы Да Так И встретились там По любви Завели ребенка Потому что хотели И так далее Но идет время И например Допустим Женщина Вот сейчас Очень частая история Да С которой я сталкиваюсь Она Очень темпераментный человек Ей ближе там К сорока годам За сорок Она хочет развиваться Она хочет освоить Новую профессию Она куда-то все время двигаться Ей хочется путешествовать Дети выросли Ей хочется двигаться А например Ее муж Он Ему хочется покоя Ему там Больше Ближе к пятидесяти Он ничего не хочет Ему хочется посидеть С пивасиком Возле моря Там почитать газету Как бы То есть не хочет он уже Бежать Там Хочется ему этого всего Достигать И вообще уже завязать С этим всем Активностями Он хочет наслаждаться Жизнью Он хочет спокойно Там не знаю Ходить на работу Получать какую-то Вполне себе нормальную Зарплату Ему не хочется У него нет амбиций Каких-то Энергии нет Нет амбиций Амбиций Он ему абсолютно плевать Какой у него там Социальный статус То есть то, что он имеет Его вполне устраивает А ее нет И вот в этом плане Опять же Многие семьи Начинают разрывать Потому что Они совершенно Не совпадают Есть семьи Которые Например Договариваются В Израиле Я видела Такие семьи Которые В принципе Нормально относятся К тому Что она там Уехала отдыхать Сама по себе Куда-то там Или ушла С каким-то походом И она на какие-то Курсы мотается И что-то там У нее Не знаю Плетет макраме И там Йогой занимается И так далее Здоровым питанием А он Не знаю Сидит напротив моря Со своими газетами Или там Ну делает то, чем он занимается И они в общем-то Как-то существуют И никто никому Мозги не выносит Но тогда Опять же Часто же возникает В такой ситуации Какая вещь У нее Поскольку все-таки Мужчина и женщина Есть какое-то Притяжение Друг к другу Она может Ну у нее появляются Мужчины Таких же интересов Такие же активные Которые где-то там Йогой занимаются И что-то тоже делают И в походы ходят И так далее Я только хотела сказать Они в горах там Познакомились Или в своих там Каких-то заплывах Допустим Дайверских Или что-то такое Ну то есть это происходит Неизбежно Да В какой-то момент И понятно Что в этом случае Если ну как сказать Они там садятся И начинают обсуждать Эту ситуацию Если они достаточно Цивилизованные люди То мужчина ее там Ну либо он Ну я например знаю Такие семьи Когда они говорят Ну окей У каждого есть свои потребности Но семью мы сохраняем А то есть личная жизнь У каждого своя А семейная у нас общая Мы как вот Израильтяне любят Говорят Мы родные люди Мы родные люди Это родня Это мой близкий человек Я его не оставлю Но как бы у каждого из нас Есть какие-то Дополнительные потребности Если я понимаю Что например Моей жене Нужно раз в две недели Секс И она как бы Ну ей больше не нужно И все остальное Для нее воспринимается Как насилие Допустим Да А ему нужно больше Ну то есть И в этом плане Если она понимает Что она не в состоянии Обеспечить для него То что ему нужно А он в принципе Не требует от нее Чтобы она там Себя приносила в жертву Да Они договариваются Но у них при этом Опять же Семья в этом случае Сохраняется Только если Между ними Существует Очень глубокая Близость Духовная какая-то Близость Глубокое понимание Дружба Ну то есть Это Принятие друг друга Как правило Это люди Которые прошли Непростой путь Вместе Да То есть У меня вот Есть пара Моих друзей Близких Они например Двух детей Похоронили вместе То есть У них мальчишки Погибли в армии Там еще что-то Ну то есть И он мне всегда говорит Он говорит Понимаешь Никто мне не заменит Никогда мою жену Это самый близкий Самый дорогой человек Который у меня есть Но Я ничего не могу поделать У меня там После сорока лет У меня там Крыша едет И я с утра до ночи Думаю о сексе Ей это не нужно Ну что я буду делать Да То есть как бы И это не тот случай Что можно пойти К сексологу Или куда-то там И как-то там Вот градус Подкрутить В семье Сексуальной жизни Ну можно но опять же Разрыв такой большой Что как бы она там К нему не приближалась Даже если это будет Три раза в две недели Как бы Или в четыре Для него это все равно Не то и не так Но тем не менее Он ее любит И ценит Как вы говорите Да И она для него Самый родной человек Но это происходит Только в одном случае Ну из того Что я вижу Опять же Боже упаси Я не претендую На истину В последней инстанции Когда люди Очень вкладывались В отношения Когда отношения Изначально были Очень искренними Очень доверительными Когда люди Привыкли говорить Решать проблемы Вместе Когда они привыкли Переживать вместе Когда они привыкли И горе проходить вместе Ну то есть Когда они готовы Договариваться Когда они не сдаются То есть Когда они В отношения Вкладываются А ведь Много людей Есть Которые Не готовы Это все Озвучивать Они все Свои какие-то Обиды копят Они там Это Ну то есть Начинает Расти И вот эта Пропасть Между людьми Эмоционально Конечно И наверное Чаще все-таки Происходит Когда личная Жизнь Отдельная Семья Отдельно И все Это там Забито Похоронено За семью Печатями У жены Два любовника У мужа Параллельная Семья И все делают Вид И я думаю Потом Ксюша Они к тебе Приходят На какие-то Поддержки Да Это побочные Дети Или еще Что-то такое Наверное Вот это Чаще встречается Все-таки Ну опять же Есть Безусловно Как сказать Ну такие люди Их не так много Да Которые Достаточно Зрелые Чтобы как-то Очень Ну как сказать Очень как-то Трезво Очень уважительно Относиться Ко всем этим вещам Но это наверное Все-таки Ближе к дружбе Ну потому что Ну вы же не ревнуете Своих друзей К их мужьям Или женам Ну это же смешно Ну нет конечно Ну вот То есть это Как бы больше Да вот просто Больше чем Мужско-женские отношения Это что-то Что-то за этим Мне кажется Если это базовые отношения Вот именно На сексуальные потребности Или там на каких-то других Основанных То закончится все банально Либо она ему Выклюет мозг И эмоционально Его кастрирует Что часто бывает Потому что Когда женщина Она занимает Позицию Мне не надо А ему надо Или наоборот Да Начинается давление Да А любящий мужчина Любящий Он хочет своей женщине Сделать хорошо Это часто Такого Дать И он начинает О себе думать Что возможно Что-то со мной Правда не так Да И вот это вот ключевое О чем Лея говорит Это договариваться Это конечно изначально Изначально Ну девушки Но для начала Тогда надо все-таки Наверное Набраться смелости Да Потому что Перед тем Как начать договариваться Надо озвучить То что тебе Ой А мне это не нравится Боже мой Как же я могу Сказать ей Например Да Что Ну я не могу Больше Вот хотеть Вот Ее вот Так как она Себе это представляет Или наоборот Да Это же страшно Сказать вслух А вдруг там что Все развалятся В данном случае О том Что опять же Большинство Ну очень много Женщин Разговаривают Из позиции Жертвы Обвинений Ага Как только Она с этим Подкатывает К своему мужчине Да У мужчины В ушах Вырастают Вот такого размера Бананы Он совершенно Ничего не слышит Но потому что То есть фраза Ты должен Она все Дальше Ты можешь В принципе Умолкать То есть Это сразу Психологическая Защита То есть Диалога Там никакого Нет Подойти С позиции Личной Внутренней Ответственности Да То есть Когда человек Первым делом Женщина Это или мужчина Готов взять Ответственность За свое состояние На себя И сказать О том Что Мне сейчас Важно Не ты виноват В чем-то А я сейчас Себя чувствую Так-то И мне важно Такие-то вещи Или мне Причиняют Боль Такие-то вещи Давай как-то Это обсудим Но для того Чтобы из этого места Начать разговаривать Где собственно И возможен Диалог Да Для этого Как минимум Надо выйти Из состояния Жертвы И как бы Ну из более Какой-то Зрелой Такой Осознанной Позиции Разговаривать Но опять же Что еще Часто Происходит К сожалению И в этом плане Нужна уже Помощь психолога Если женщина На протяжении Десяти лет Мозги выносила И вела себя Как жертва И постоянно Обвиняла Да Мужчине Очень тяжело Поверить в то Что А уже не важно Что она говорит У нее На один ее голос Уже Просто как у Собаки Павлова Реакция Даже если она Пошла на Психологическую Группу Или на курсы В терапевтической Группе Им очень тяжело Уже стереотип Ее принять Даже если она Начала меняться Допустим Он уже не видит Понимаете У нее уже На один голос Реакция Просто у него Уже как бы Инстинкт Приобретен Ну да И в этом плане Ну некоторым Семьям нужна Помощь Просто для того Чтобы вот этим Буфером Был психолог Который позволяет Некий переговор Медиатор Даже мужем и женой Которая Где она говорит Обратите внимание Мужу например Что ваша жена Сейчас говорит Такой-то интонации Да Что-то еще И он как бы Ну может уже Это что-то там увидеть В некоторых случаях Ну как сказать Все настолько запущено То есть недоверие Злость Ненависть И так далее Обиды Столько всего накопилось Что уже легче Разойтись Не всегда можно Спасти семью То есть поход К семейному психологу Не означает Что этот брак Обязательно будет спасен Возможно для обоих Будет лучше Если этот брак Будет закрыт Это так же как С болезнью Ну есть Если например Обнаруживается Ставят диагноз На такой стадии Которая уже там Допустим Неоперабельная Да Ну да Тогда уже только принять Хорошо А вот допустим Ситуация Про которую мы Вот только что Начали говорить Женщины Которые активно Стали развиваться Вот Последние 10 лет Наверное Мы абсолютно четко Видим прорыв Такой вот В женском нашем мире Нам действительно Очень многое Стало интересно И подвластно Очень много Говорят Там о достижениях Феминизма О том Что действительно Уравниваются Зарплаты Уравниваются Женщины В своих правах Женщины Строят Какие-то Умопомрачительные Карьеры Они занимают Какие-то Ведущие места И посты И вот Такая активная Женщина Со своей Вот такой Вот очень Темпераментной Позиции Вдруг обнаруживает В какой-то момент Рядом мужа Который Как вы говорите Сидит себе С газеткой У моря Или там Покуривает В гамаке Ему вообще нормально Ну хочешь Зарабатывай Хочешь Суетись Дома Строй Меня Оставь в покое У кого Министр обороны Израиля Муж таксист Девушки Расскажите Немедленно Пожалуйста Мне этих Историй Это же фантастик Я просто Ваши дамы Сплетен У какой-то Станутся Дамы Муж таксист И нормально У них прекрасно А как они Нормально В этой ситуации Вот расскажите Как им нормально Знаете Вот тоже Что я заметила Может быть Опять же В силу того Что есть Какие-то Культурные Особенности В Израиле Например Одно то Что женщины И мужчины Служат в армии Но там априори Это ваша фишка Нет такого Нигде же больше Ну то есть априори Нет все-таки Такого потребительского Отношения К мужчинам Что он там Должен то Должен это Пятое Десятое То есть Это очень Партнерская Такая тема И например Далеко не во всех Сообществах Израильских Принято Что мужчина Платит за женщину Например Более того Еще надо заслужить Право за нее заплатить Ого Например Ну потому что Если я за нее плачу То я уже там Какие-то имею Так сказать Виды Кто платит То ты девушку танцует Да Ну и так далее И в этом плане Подход очень простой Во многих Счастливых семьях Каждый делает то Что он лучше всего Умеет делать И есть например Семьи Где муж программист Но имеет там Ну такую нормальную Зарплату Но жена например Какой-то там Менеджер генеральный Или не знаю что Кто разрабатывает В 5 раз больше Но он например Прекрасный папаша Он занимается С детьми Он имит Ну как бы И причем Занимается Не в смысле Что мотается Как совраска По всяким кружкам А он им и правда Занимается Они строят яхту Вместе Они путешествуют Они там общаются Они читают книги Смотрят фильмы И так далее И в этом плане Вот это внутреннее Семейное пространство В плане функции Оно распределено И в этом Ну как сказать Опять же Мне кажется Что вот эти вот Когда женщина смотрит На мужчину И ждет от него Таких же там Каких-то амбиций Чего-то там Когда их нет Это не очень разумно Потому что Зон важных Внутри семьи Их достаточно много И не самое важное Из этих зон Это деньги Как бы Не менее Даже более Возможно Важная зона Это человеческое тепло Это отношения С детьми Это какой-то Климат в семье И так далее Если мужчина Это делает Ну то есть У меня здесь Это не вполне традиционный Или все-таки Взгляд получается Правда же Мир меняется Ну да И потом понимаете Ну по факту Сейчас меня забросают Помидорами мужчины По факту Давайте посмотрим Да Вот статистика У нас показывает Что каждый год Я сейчас не буду Чтобы не врать Не помню точно Какие там цифры Но каждый год По статистике В Тельвивском Например Университете Становится все больше Женщин И все меньше мужчин Учащихся Студентов Ну вот О чем это нам говорит А где мужчины Куда они пропадают Это говорит о том Что Я так думаю Да Что на протяжении Достаточно длительного Исторического этапа У женщин Просто по факту Не было доступа В каких-то вещах В том числе И к образованию Угу При этом Мозг женщины Ее способность Сделать 3 миллиона 55 Одновременно вещей Да И думать Разговаривать по телефону И варить И там Ребенка одевать И то и 5 И 10 И 25 Более того Женщины Более Они более интуитивные Они более коммуникабельные В силу простых причин Она мать Ну мы так заточены Природой были Женщина мать Она Это в метагенезе Она ощущает Другого человека Как продолжение себя Она в этом плане И так далее Ну то есть Женщины могут Лучше договориться Они могут Они более собранные И так далее И так далее И так далее Если она еще и развивает Интеллект Ну по факту Она более выживаема Она более приспосабливается Она устойчивее К стрессу К боли К тому К сему К пятому К десятому И с этой точки зрения Мужчина слабый пол И по факту Да Действительно То есть Если женщина Особенно Одаренная От природы Хорошей интенсии Ну интеллект Получая образование Она начинает учиться Лучше Она более успешный Руководитель Она лучше Договаривается С своими подчиненными Она как большая мать Она может видеть Как развивать Своих подчиненных У нее более процветающая Компания Она меньше конфликтует И так далее И поэтому Ну если мы Опять же Стоим В рамках Объективной Реальности Да Ну давайте смотреть На вещи Как бы Если мой муж Способен Там Не знаю Создать атмосферу Он любит детей Или он там Хорош в каких-то вещах Допустим Там в программировании Или где-то Может он не зарабатывает Столько сколько я Но он в этом реализуется И это его желание То есть они вовсе Не должны быть Такие как у меня И опять же Вот Вот эти все Представления Опять же Некоторые женщины Например Вот эти сильные женщины Да И говорят Я хочу мужчину Который еще сильнее Чем я О Это очень популярная фишка Да Это как правило Неправда Потому что Женщина такая Она уже привыкла К свободе К самостоятельному Принятию решений И так далее У нее просто установка 12 века Установка Еще где-то там живет Что мужик Он должен быть Сильнее Еще сильнее ее А по факту Если даже Такой мужчина Рядом с ней Появляется Она начинает С ними мериться Силой И всякими Другими местами Да Я не буду уточнять Да И измерять Кто громче звенит Ну если он ей При этом скажет Закрой рот Пошла на кухню Можно себе представить Что будет ему в ответ Даже если она это не скажет Он скажет Что там другое Не суть По факту Она этого не хочет По факту Она хочет гармонии И иногда бывает Наоборот Гармоничная семья Когда мужчина Очень спокойный Он там Он уравновешивает Вот этот темперамент И вот эта бешеная Сейчас тогда с Андреем говоришь Бешеная энергия Женская Женская И наоборот Она приходит домой И ей нужно только одно Вот прийти домой Чтобы ее там обняли Мозги ей не выносили Чтобы там было спокойно И так далее Да И чтобы Потому что Ну я даже могу сказать Как психолог Вот я Да Здесь же тоже Как бы надо учитывать Индивидуальные потребности Целыми днями Я слушаю людей Мозг мне выносят С утра до ночи Если я приду домой Ну работа у вас такая Да Если я приду домой Мне там Мой мужчина скажет Давай поговорим Мне захочется его убить Убить Да Не надо мне Лично мне это Не надо Мне есть много мест Где поговорить Я хочу прийти домой Где мне не надо Разговаривать А кому-то наоборот Надо И так далее То есть И вот здесь опять Мы возвращаемся К теме Объективной реальности И подлинных потребностей Да Ожидание и реальность То с чего мы начали Сегодняшний наш Утренний разговор А не того что Какой-то Вася рассказал В 12 веке Или написано В умном там Каком-то журнале Или какой-то там Психолог Вот то что я сейчас Терпеть не могу Десять принципов счастья Раз два три Четыре-пять Конечно На мой взгляд Восемь законов От такого-то Это Ну Не знаю Очень сильно Мешает мне кажется Людям развиваться И думать самостоятельно Потому что Ну как бы Мне кажется Главная вещь Которая важна Человеку в жизни Это правильные вопросы Себе задавать И окружающим Вопросы Себя спросить 20 раз Что я на самом деле хочу Что у меня на самом деле важно Что сейчас происходит Что хочет мой ребенок Что хочет мой муж И давай посмотрим на вещи На самом деле Какие потребности Объективно у меня есть То есть Исходя из здравого смысла Объективной реальности И тогда куча вещей Сходит на нет Просто потому что Мы смотрим на вещи Как они есть Дорогие радиослушатели Задаем себе вопросы Прислушиваемся к желаниям Взвешиваем Эти желания Спрашиваем себя Дорогой я Что я хочу сегодня Утром Кофе Кофе с молоком Или чай с медом Или вообще не хочу ничего Или какао с корицей Девушки дорогие Огромное вам спасибо Прекрасно у нас Получилась беседа Много откликов Я все потом перечитаю Мы напишем на фейсбук Страницы журнала люблю Обязательно поставим Везде галочки И дальше будем Публиковать Прекрасные мысли Прекрасных наших героев Сегодня я могу еще послушать В финальный раз В Риге В этот залет Заезд Расскажи где Когда Пусть люди знают Откровенная реклама И пиар Сегодня вечером В 7.15 Мы будем говорить Об очень важных вещах О шаблонах поведения В мам кафе О шаблонах поведения И спонтанности И встреча открытая Можно еще присоединиться Приходите пожалуйста В гости Вы Лео только что слушали Можно будет задать вопросы Ну и вообще Личное знакомство Я считаю Это огромная удача Спасибо вам большое Спасибо вам Спасибо